В Ахтау спасатели и волонтеры нашли тела двух человек, которые утонули около недели назад. Погибших обнаружили в районе водосбросного канала с разницей в один день. Трагедия случилась еще 5 июля. Трое человек, супружеская пара и ребенок отдыхали в районе канала. Женщину смог спасти рядом находящийся полицейский, однако мужчину и 10-летнего мальчика унесло в море течение. Родственники и спасатели искали их на суше и в воде. К работам подключили добровольцев, которые тоже искали утонувших при помощи водолазного снаряжения. По словам специалистов, они погибли из-за сильного водоворота, который унес уже не одну жизнь. Канал Шораа – одно из самых опасных мест для купания в области. Несмотря на предупреждающие знаки, расположенные на берегу, желающих искупаться это не останавливает. С этими двумя человеками, это у нас в этом году за 6 месяцев отчетного периода утонуло уже 7 человек. В прошлом году 1 человек было утонуло. На сегодняшний день в области имеются 4 купальные зоны. По форту Шевченко у нас на сегодняшний день за 6 месяцев этого же года утонуло 2 человека. В сельском округе – это Курык, там тоже 2 человека. И один человек у нас был в городе, и плюс еще 2 человека, которые утонувшие. Рейсовый микроавтобус сгорел в Восточном Казахстане. Транспортное средство загорелось во время движения по трассе Уржар-Таскистен. Заметив возгорание, водители и пассажиры вовремя покинули салон. Во обстоятельствах и причинах инцидента сейчас разбираются специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям. Между тем, чемпион мира по боксу по версии NBA в весе до 61 килограмма Аслан Муканов задержан в Кустанае. Он подозревается в убийстве. Спортсмен нанес несколько ножевых ранений мужу родной сестры в одном из частных домов в поселке Алтандала. Об этом полицейским сообщила родственница спортсмена. Задержали подозреваемого по горячим следам в 8 километрах от места преступления. Он успел переплыть реку Табол и двигался в сторону железнодорожных путей по полям одного из овощеводческих хозяйств. По словам полицейских, на момент задержания подозреваемый в убийстве боксер был трезв. В средстве громкой связи остановили данного мужчину. Потребовали остановиться, поднять руки вверх. Сопределение не оказывал. Задержан. Проводится следственное действие. Выясняется суть конфликта. Какая именно причина возникла совершить преступление, мы не знаем. Сейчас дает показания. 45 миллионов тенге незаконно начислили газовики предпринимателям в Атерау. Эти деньги монополисты пытались получить с 800 предпринимателей, якобы за перебор потребленного голубого топлива. Однако повышающий коэффициент применялся на весь потребленный предпринимателями газ. Бизнесмены вынуждены были соглашаться с начисленными суммами, так как в ином случае монополист КАЗ-Трансгаз Аймак угрожал отключением от природного газа. Из-за завышенных счетов, выставленных к оплате, часть объекта малого бизнеса оказалась на грани остановки. Только за ноябрь и декабрь прошлого года, когда применялся этот коэффициент, незаконно было начислено 45 миллионов тенге. По акту прокурорского реагирования незаконные начисления аннулированы. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Техосмотр не планируют отменять в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве пояснили, периодическое прохождение техосмотра – это общемировая практика. В то же время будут, напротив, усилены требования к специализированным программам, которые передают информацию с контрольно-диагностических оборудований операторов технического осмотра. Другими словами, предполагается исключить фиктивную проверку автомобиля. Напомню, в апреле текущего года были внесены изменения в закон о дорожном движении. В настоящее время проект требований находится на государственной регистрации в Минюсте. Они направлены на исключение фактов прохождения техосмотра без авто и ручного ввода данных. К событиям в мире в Афганистан готов закупить 4-годовой запас зерна на севере Казахстана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Мухаммад Фархад Азими в ходе рабочего визита в Североказахстанскую область. Потребности в пшенице в Исламской республике Афганистане составляют свыше полутора миллиона тонн в год. Главные партнеры по экспорту отметили, что в свою очередь они смогут поставлять казахстанцам зимой фрукты и овощи. Отмечу, что с этими афганскими коллегами аграрии СКО сотрудничают на протяжении многих лет. С начала этого года североказахстанцам уже экспортировано 60 тысяч тонн продукции на 13 миллионов долларов. В приорали на оказание адресной социальной помощи в текущем году из местного бюджета выделено 9,5 миллиардов тенге. Еще 5 миллиардов дополнительно область запросит из республиканского бюджета. В регионе 35 тысяч многодетных мам. Сегодня изучены бытовые условия проживания более 20 тысяч семей. Для каждой разработаны индивидуальные социальные карты. На одежду, питание и школьные принадлежности. Адресная помощь в 150 тысяч тенге для мам и семерых детей из Аральского района Раи Морзабаевой огромная поддержка. К тому же сидеть без дела обладатель подвески Алтмалха не привыкла. В прошлом году по программе «Урлео» получила кредит в 600 тысяч тенге и открыла свою столовую. Обед на 40 человек, ужин еще на 20. В среднем готовлю на 50-60 человек в сутки. Работаем без выходных и праздников. В бизнесе совсем недавно, но доход стабильный. Поэтому и дети сыты, обуты, одеты. Теперь еще адресную социальную помощь от государства получаем. Это для нашей семьи огромная поддержка. Таких, как Раи, многодетных мам в Аральском районе около двух тысяч. С начала года в качестве адресной социальной помощи им выплачено в общей сложности около полумиллиарда тенге. Безусловную денежную помощь получают ежемесячно те, кто не может работать по разным причинам. К примеру, женщинам, ухаживающим за малолетними детьми или за ребенком-инвалидом. Тем, кто трудоспособен, но имеет низкий доход, выплачивается обусловленная помощь при условии, что претендент примет обязательно участие в активных мерах содействия занятости. Таких у нас 348 человек на сегодня. В настоящее время прием документов на получение адресной социальной помощи в регионе продолжается. Тем временем алматинских пенсионеров научили получать государственные услуги через мобильные приложения. Специалисты ЦОНА помогли пожилым жителям установить на телефоны необходимые программы. Теперь они могут без очередей и не выходя из дома оформлять документы, записываться на прием или вызывать врача. Сегодня из более чем 700 государственных услуг 506 доступны в электронном формате. Из них 88 услуг можно будет получать через одноразовый пароль, а 24 вида услуги это через телеграм-бок. Но в дальнейшем это все будет развиваться. Надеемся, что все услуги будут переходить на электронный формат, потому что сейчас стоит задача перевести именно 80 на 20 процентов. Это точнее 80 процентов в электронном формате, 20 процентов уже бумажным, традиционным способом пока будет осуществляться. Конечно, мы сегодня на лекции нас пригласили изучить телефон. В Туркестане впервые проведут операцию на коленном суставе. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с врачами из Турции, которые проводят мастер-классы. Их опыт смогут перенять десятки южно-казахстанских врачей. Первый день участники тренинга посвятили теоретическому обучению. Они заслушали доклады и получили ответы на интересующие их вопросы. На следующем занятии турецкие хирурги с участием местных специалистов проведут сразу несколько сложных операций. Отмечу, что ранее пациенты с разрывом крестообразных связок и переломами тазобедренного сустава обращались в больницу Шимкента. Я впервые приехал в Казахстан. Готов поделиться своим опытом. Надеюсь, местные специалисты подчеркнут для себя что-то новое и освоят некоторые приемы. Главная цель нашей группы – проведение мастер-классов. А также мы готовы оказать помощь жителям Арыси, которые пострадали при взрывах. Прибавку к заработной плате получили 15 тысяч медработников Западно-Казахстанской области. На 30-процентную надбавку из бюджета региона потратят около полутора миллиардов тенге. Также молодым специалистам, прибывающим работать в сельские районы, предусмотрены подъемные в размере 1 миллиона тенге. Сами же врачи отмечают, повышение зарплаты стало ощутимой прибавкой к семейному бюджету. Повышение заработной платы врачей, медсестры и младших медицинских персоналов – это ощутимая профессия. Очень сложная, бывают тяжелые больные пациенты поступают, весь медицинский коллектив борется за его жизнь. И это большая оценка труда для нас. Я сама мать троих детей, у меня двое детей ходят в садик. Вот на оплату садика, например, могут прикрыть. Или сейчас молодая семья, каждая молодая семья берет кредиты, например, можно кредиты оплатить. Поэтому 30% повышения заработной платы очень имеет для нас очень важность, ощущается. Китай намерен ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружения Тайванью. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. По его словам, поставки США вооружения островному государству более чем на 2 миллиарда долларов серьезно нарушают основные принципы международных отношений. В целях защиты государственных интересов китайская сторона готова ввести ограничения против компаний США, причастных к продаже оружия. Во Франции разгорелся скандал вокруг министра по вопросам экологии Франсуа Дерюжи. Его подозревают в растрате средств из государственного бюджета. Ранее, находясь на посту председателя национального собрания Дерюжи, тратил деньги на шикарные обеды в кругу друзей. Также он сделал дорогостоящий ремонт своей служебной резиденции. Кроме того, политик незаконно по льготной цене арендовал квартиру в окрестностях Нанта. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп распорядился провести тщательную проверку в отношении министра. Во время встречи с Дерюжи глава кабинета подчеркнул, что действия любого должностного лица должны быть прозрачными и образцовыми. В свою очередь Дерюжи заявил, что готов погасить каждый потраченный евро, если проверка выявит какие-либо нарушения. Честерский зоопарк показал юных сурикатов. Два детеныша появились на свет шесть недель назад. Зверинец опубликовал видеозапись, на которой они играют друг с другом. Имен малышам еще пока не дали. К слову, в Честере часто организовывают сеансы общения с обитателями зоопарка. А любопытные сурикаты рады гостям. Их здесь подкармливают ареал обитания этих млекопитающих в дикой природе пустыня Калахари, Ангола, Намибия, Басвана и Южноафриканская республика. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин